Рад, что ваша дорога привела вас сюда, сталкеры. Опытные ли вы ребята или просто новички? Думаю, этот видос вам понравится. Если кто не знает, то рубрика плюсов представляет из себя все то хорошее, интересное или забавное, что есть в той игре, которую я разбираю. Опять, как и в прошлый раз, произошел большой промежуток между роликами из рубрики плюсов. Поэтому следующим видосом я снова что-нибудь да похвалю. А любителям рубрики грехов напомню, что я уже разбирал все части сталкера на их ляпы и сюжетные дыры. Все можете найти на канале. Что ж, данный ролик получился больше, чем я планировал. Но зато я упомянул все положительные части сталкера. Я искренне люблю эту серию и знаю, что ее любите и вы. Поэтому в видосе я затрону исключительно сам сталкер, его сюжет и весь игровой процесс. Только игра. И не более. Приступаем. И вот я начинаю писать основной сценарий и даже не знаю, с чего начать. Сталкер слишком многогранная игра. Ну, давайте начнем с самого очевидного. Того, про что писали практически все. Атмосфера. И нет, я говорю не просто это слово, подразумевая весь настрой и ощущения от игры. Я хочу рассказать вам о каждом связанном с атмосферой элементом. Просто звук из игры, судя по всему, или какой-то специально наложенный саунд очень тихо играет. И он делает какое-то такое мне в левое ухо. Я такой, так, стоп, это комп жужжит или из колонки. А это почти не слышно. Ну, слышно. Ну, слышно. Вместе. Ну, саунд дизайн это одна из самых важных частей атмосферы чего-либо. Вообще. Так идеально ко всему подходит. И речь не только о музыке, которая сама по себе прекрасна. Ну, то есть тут нет каких-то шикарных фоновых треков, которые ты бы добавил к себе в плейлист. Здесь музыка, задающая настрой. Такая гнетущая и немного пугающая. Я именно по этой причине не люблю играть в игры и включать поверх них другую музыку. Раньше я так делал. Это перебивает погружение. Да, нет. Ну, в какой-нибудь игре там дрочильник, где ты там бегаешь, просто мобов местишь, типа Диаблы или Титан Квеста, там можно, в принципе, не особо заморачиваться. Особенно, если ты играешь уже десятый раз. А так, да, я стараюсь так не делать. Банально, я пяти когда проходил, мне было настолько страшно, что я такой в наушниках играл. В итоге такой, просто взял, выключил звук и уже не страшно играть. Как и все остальное в зоне. Без этой музыки локации не казались бы такими загадочными и манящими. Или, например, музыка из главного меню, которая на многих до сих пор навеивает соответствующие эмоции. Блин, там даже сетевая игра была, я и не помню. Ни разу не видел, что она из себя представляет. Хотя справедливости ради стоит сказать, что музыку из бункера Сидоровича в плейлист я все-таки добавил. Она правда хороша. Приятная такая фоновая. Но помимо музыки, на локациях гармонично с ней взаимодействуют и все остальные звуки, которые также намекают на весь настрой зоны. Постоянный ветер, шелест листьев, какие-то непонятные завывания, сверчки в ночное время суток и все в этом духе. Даже просто гуляя по локациям на поверхности, тебе удается проникнуться всей атмосферой зоны. Прям как дома. Идешь по улице, тоже такая же хуйня. Но конечно же нельзя не упомянуть все звуки из подземных лабораторий. Там разработчики разыгрались по полной. Кто-то стучит в дверь, какой-то постоянный гул, жужжание, скрежет, топот, предметы грохочут, снорки рычат из темноты. В общем, пересраться можно неслабо. Даже пушка в руке не всегда придает уверенности в исследовании этих локаций. Послушайте буквально несколько секунд этих лабораторий, и вы проникнетесь атмосферой. Блять, я дернулся. Что, ты тоже? Не, но я заметила, как ты дернулся. Я вообще думал, это собака звуки издает. А это барабаны. А это снорксы или как они? Согласитесь, звучит все это так, что вызывает мурашки по коже. Но не только звуковая часть создает атмосферу. Третье. Дизайн. Его можно приплести и к сеттингу. Ведь, повторюсь, события происходят в Чернобыле. И не просто в городе, а в аномальной зоне. Разработчикам пришлось изрядно постараться, чтобы сделать весь визуал игры под тот настрой, что требовала зона. И речь даже не столь о поверхности, которая выполнена крайне таинственно и загадочно. Не столь о лабораториях, локации которых выглядят не менее пугающе и гнетуще. Не столь о всем цветокоре игры. Я говорю скорее о самом Чернобыле. Именно его нужно было максимально грамотно передать для создания основной атмосферы игры. Разрабы и к этой задаче отнеслись серьезно. Они сами ездили в Чернобыль. Фоткали многие объекты, чтобы в точности перенести их в игру. Также стоит сказать, что множество таких объектов имеют фотореалистичный вид. Все потому, что их не перерисовывали. Текстурки на них накладывали непосредственно из тех фотографий, что сделали разрабы в Чернобыле. Да, соглашусь, выглядит не прям идеально, ведь тогда всяческая техника была не такая крутая как сейчас, но тем не менее. Ну как бы да. Все равно сами здания выглядят очень хорошо для того времени. Хоть и шакальненько. Как по мне вышло очень похоже. И для 2007 это достойный уровень. Отсюда еще один плюс к атмосфере игры. Графика. Для 2007 года графон на таком уровне, что до сих пор позволяет в полной мере проникнуться игрой. Да, если всматриваться в текстурки, в рожу Сидоровича и так далее, то выйдет не очень. Но если брать в целом, то результат правда впечатляет. Именно движок X-Ray помог сделать игру такой красивой. И я говорю не только о самом графоне. Я говорю еще о красивой погоде, времени суток, которая здесь постоянно меняется. И конечно же об освещении. Вы взгляните, как свет проходит через эту решетку. Взгляните, какая происходит игра света, если выстрелить в лампочку. Да и на поверхности все объекты отбрасывают верную тень из-за солнца. Четвертый плюс атмосферы больше относится к игрокам СНГ. И его тоже можно приплести к дизайну игры. Да, Чернобыль разработчики передали неплохо. Много в каких играх был Чернобыль. Но мало в каких играх был передан тот самый постсоветский антураж. Буквально все, что есть в игре, с теплотой воспринимается игроками СНГ. Для кого-то эти разбитые здания просто как разбитые здания. А кто-то из нас ходил именно в такие же школы. А кто-то ходит до сих пор сейчас. Для кого-то эти полудохлые советские машины и грузовики. Как не грустно, но это так и есть. Такие являются просто элементом декорации. А у кого-то до сих пор подобные стоят во дворе. Антураж получился настолько знакомым для СНГ. Настолько похожим, что ощущается, будто бы время здесь застыло. В некоторых уголках постсоветских мест, городов, во дворах и за окном можно все еще наблюдать тот самый сталкер тень Чернобыля. В который люди до сих пор играют. Грустно? Да. Многие из тех, кто не знаком... Так как я обычно чешу этот, как там вот... Чешу глаз и прочее. Господи, шо у вас... Шо у них там в чате разетовалось? Щас бы на видение и на всякую клюкву и прочее дерьмо в фильмах, играх и прочем заморачиваться. Вы шо? Ребята, ебаный шашлык. Я конечно к разрабам самого сталкера предвзят из... Хотя это был всего один ролик от одного ютубера по сталкеру, но тем не менее уже осадочек имеется, что сами по себе они странно относятся к фанатам. С немного надменностью, но игры их это другое все-таки. Ну и в принципе часто, когда игры делают, везде всегда есть клюква. Я не понимаю, а че люди говорят так с клюквы? Ну по отношению к тому же Китаю, к Японии тоже до хрена клюквы. Ну блин, просто там Call of Duty упоминали и там банально реально клюква. Ой, там сделали вот русских такими-то или вот это типа русские, а не те-то. Да ну и не похуй или... Господи! Это всегда было, всегда будет, потому что это делается не для конкретно нас, а конкретно для тех американцев, которые будут играть в это, кто в это все верит. Я не обижаюсь на клюквы, но я считаю, что это банальная лень что-то интересное придумать и раскачивать, если можно просто взять какое-то абсолютное зло или абсолютно чуждую культуру и вот это вот все совместить и возвести в абсолют и противопоставить такому хорошему демократическому протагонисту. Ну да. Это лень банальная. В голову срут это когда там, не знаю, коверкают историю в исторических фильмах. Наши это любят делать. Причем коверкать нашу же историю, блять. О да. А это просто банальная клюква. Выдуманная. Вообще насрать. Вы же нормально воспринимаете о других странах клюкву. Вы сами просто не замечаете, что это клюква, потому что вы близко, а не знакомы с этой, так сказать, страной. Ну, может быть, для, не знаю, десятилетки, там, двенадцатилетки это и будет психологическое воздействие или для глупого взрослого нормальному человеку будет вообще насрать. У меня просто лекринж. Бывает, а иногда бывает даже забавно, когда это сделано со вкусом. Поэтому, я не знаю, я так не парюсь. Оно всегда было и будет. Со сталкером подумали, что аномальная зона – это только пугающее место. Но ко всей пугающей атмосфере игры, ко всей гнетущей музыке, страшным локациям, можно еще приписать самые теплые и душевные места в зоне. Сталкер – это не только про страх и таинственность. Музыка здесь не только гнетущая. Есть такие добрые места, как Деревня Новичков, Бункер Сидоровича, Бар Сторинген и любые другие места, где можно найти сталкеров, сидящих у костра. Да их там пораспихано просто пипец. Такое ощущение, что они только сидят. А вообще, я вспомнил банально даже те боевики, которые мы любили в детстве и смотрели со всякими Сталлоне, Терминат, ой, этими Шварцами, Ван Даммами и прочим. Там же, блин, на самом деле клюква, клюкву погоняло клюквой. Там просто пипец. Американцы как-то сами про себя клюкву не снимают. Да, банально та же это, красный, как там, где там, кокаин, говорит. Кокаин? Да, да, да. Красная жара. Красная жара. Там же, по-моему, насколько я знаю, клюквы, что пиздец. Да, там, это вот на мему разошлось, насколько это всё. А фильм-то не стал плохим от этого, насколько я знаю. Играющих что-нибудь на гитаре и рассказывающих всякое. Вспомните свои ощущения, когда вы кучу времени сражались с мутантами, бандитами, искали хабар, пробирались через аномалии за артефактами, медленным шагом из-за загруженного рюкзака шли в темноте по зоне, которая давила на вас своими звуками. А потом вы доходите до бара 100 рентген, до бармы, на котором можно весь хабар продать, и, очищая свой инвентарь, слушаете разговоры других сталкеров под приятную музыку бара. Послушайте. Проходи, не задерживайся. Господи, как его дёргает! Ну что, Меченый, принёс документы из Х-18? Ситуация проясняется. Как я и предполагал, выжигатель мозгов рукотворен. Необычный такой... Блядь, да что же продать? Чё бы продать, а чё оставить? М-м-м. М-м-м. М-м. Да. А как я кишки по веткам не разбросаю? Чуваки, а кто-то слышал о каких-то особо засекреченных лабораториях в Боковзоне? Говорят, до сих пор работают. Не знаю, не верится. Появился, значит, в зоне чёрный сталкер. К лагерю ночью повырялся приходить, и там сует руку в палатку и говорит... Водички, побей! Интересно послушать не только всякие легенды о зоне, типа чёрного сталкера, а и мнение самих сталкеров об исполнителе желаний. Огромном камне, который вроде как исполняет желание. Кто-то говорит просто мнение о нём, кто-то его боится, кто-то рассказывает, что загадал бы и всё в этом духе. Разговоры у костра в сталкере реально содержат в себе много разной интересной информации. Ну и, конечно же, игры на гитаре. Есть как авторские треки сталкера, так и народные русские, украинские мелодии. Например, «Цыганочка», «Яблочко», «Неси галя воду» и так далее. Когда-нибудь я, наверное, всё-таки смогу пройти серию сталкер. В общем-то говоря, каждый раз находя костёр и сталкеров в пугающей зоне, ты как бы ненадолго погружаешься в безопасную и тёплую атмосферу. Кажется, что ты уже не в аномальной зоне, а просто в лесу с друзьями. В целом, всё, что я говорил вам последний... Для меня это почти одно и то же, что в лесу с друзьями, что в аномальной зоне. И несколько минут как раз и определяет основную атмосферу игры. Но я ещё очень многое не упомянул, что можно приписать к атмосфере. Просто больно уж гармонично тут всё связано. Больно уж много всяческих мелочей, также влияющих на общую атмосферу. Но не беспокойтесь, о них мы тоже поговорим далее в видосе. Просто вначале хотелось указать основное и главная составляющая атмосферы сталкера. Хотя, честно говоря, в игре очень многого не хватает. Кажется, будто бы от игры кусок отпилили. Как бы странно не звучало, но так оно и есть. Изначально сталкер был вообще не про Чернобыль. Он был про далёкое будущее со всякими роботами. Игра очень много раз менялась в концепции. Да? И потом, когда она наконец-таки стала сталк... Напоминает какой-то Хейло. Да, я помню. Игра всё время переносилась, так как все идей нужно было допилить. Но игру так часто переносили, что уже было неудобно переносить и дальше. Поэтому от многих идей отказались, что-то не допилили. И поэтому кажется, что сталкер вышел не до конца доделанным. Но это не очень страшно. Ведь следующие части сталкера стали уже более полноценные. И внесли в себя те многие идеи, что не дошли до релиза тени Чернобыля. Тот же Зов Припяти я вообще считаю лучшим в серии. Там идеально буквально всё. Я думал даже изначально сделать по нему видос. Но решил всё-таки начать с оригинала. Сама же идея сталкера в аномальной зоне пришла разработчикам от повести братьев Стругацких «Пикник на обочине». А потом, по мотивам этой повести, вышел фильм от Андрея Тарковского. С названием «Сталкер». Это зона. Может даже показаться, что она каприсна. Но в каждый момент она такова, какой мы её сами сделали, своим состоянием. Игра, конечно, кардинально отличается от фильма и повести. Но сохранила в себе какие-то основные черты. Типа аномалии, болтов, самой зоны, исполнителя желаний и так далее. В остальном, разрабы уже ориентируясь на это, придумали всё остальное. Я бы даже сказал, они придумали как раз-таки большую часть, в том числе и идею сделать игру про Чернобыль. Вообще, я где-то слышал, что эта идея возникла не только из-за популярности самого Чернобыля в мире, а ещё из-за идеи показать некую фантазию, каким бы был радиоактивный Чернобыль в альтернативной версии после той ужасной катастрофы. Поэтому в игре добавили по сути вторую по сюжету катастрофу на Чернобыле, которая уже и породила известную нам зону. А к катастрофе как раз и привели исследования в тех самых подземных лабораториях. Ладно, думаю достаточно про историю игры. А, кстати говоря, сталкер изначально задумывался как игра, которая живёт своей жизнью. Причём концепт был настолько живой, что даже какие-то рандомные сталкеры NPC могли разгадать загадку исполнителя желания и пройти игру раньше самого игрока. Интересно. Не люблю, когда меня ограничивают по времени, но в этом есть некий интерес. Угу. Но опять же, это надо реализовать интересно так, чтобы это не было, что ты начал играть и в первый час какой-то придурок пошёл и всё разгадал. Что он там, не знаю, типа вперёд тебя ломится, ещё что-нибудь там мешает тебе, подгаживает. Как те же орки в Middle Earth, Shadow Warrior и прочем. Первый и второй. Типа играешь, играешь и бац, титры. Поэтому от идеи пришлось отказаться. Но идею выпилили не полностью. Урезали, конечно, не слабо, но немного оставили. Отсюда и следующий плюс. Некоторые элементы игры правда живут своей жизнью. Например, стая собак может гулять где-то по территории, загрызть рандомного сталкера, а вы потом найдёте его труп с хабаром. Или где-то завяжется перестрелка между бандитами и сталкерами, а далее уже вам выбирать кому помочь. Или просто проигнорировать заварушку. Или вот ещё пример. База новичков, на которую в случайный момент могут организовать атаку наёмники. Вы можете этого вообще не заметить, пока не придёте на базу после нападения. Можете намеренно проигнорировать эту ситуацию и она разрешится своим образом. Либо же вмешаться и встать на сторону либо наёмников, либо сталкеров-новичков. Тем самым определив, кому база впоследствии достанется. Ммм, то есть базу они могут захватить, прикольно. Я не помню таких деталей. Да, как вы уже поняли, я плавно перешёл к следующему плюсу. Выборы. В игре реально немалое количество выборов. Будь то обычные заварушки, описанные мной ранее, или какие-нибудь варианты прохода куда-либо. К примеру, наша задача пройти через блокпост на другую сторону. И у нас несколько вариантов. Можно пойти по туннелю с аномалиями, подвергая себя риску. Можно просто найти лазейку в заборе и перелезть. Можно вообще перестрелять охраняющих проход военных. Или же дать им взятку и безопасно пройти. В общем-то говоря, в зоне постоянно что-то происходит. И постоянно у вас есть выбор, что делать. В Зове Припяти подобная система активной жизни проработана гораздо лучше и масштабнее. Выборов больше, возможностей у NPC тоже больше. И игра из-за этого не багуется, а гармонично существует. Вообще, весь сюжет Зова Припяти постоянно ставит вас перед выбором. Как сюжетным, куда вступить, так и несюжетным. Мол, сделать что-то, чтобы навариться. Вот серьезно, всем рекомендую поиграть в Зов Припяти. Вам зайдет. Также хотелось бы упомянуть не самые очевидные варианты развития событий. Что такое все пересвеченное и лагучее. Которые могут привести к каким-нибудь скрытым линиям или диалогам. Вот вышли вы из бункера Сидоровича с нейтральным к вам отношением у сталкеров. Надо выполнить задание и заслужить доверие. Но вы, долбанный псих, завалили сталкера и запороли все отношение к себе. Придется идти и налаживать отношения обратно. Выполнить что-то, пойти к Сидоровичу, получить от него нагоняй и дать на лапу, чтобы восстановить отношение к себе. Иначе говоря, у большинства ваших действий будут какие-либо последствия. Или вот допустим вы убили командира на военной базе, думая, что вам за это ничего не будет. Ну, в принципе, так и есть. Лично вам за это ничего не будет. А вот деревне сталкеров будет не сладко. Ведь через какое-то время с базы военных пойдет карающий все патруль. Некая мстяза командира. И эти военные будут идти по дороге, убивая всех на своем пути. И если их не остановить, то они дойдут до сталкеров в деревне и всех там перестреляют. Двое? Ну и как всегда, вмешаться или забить – выбор за вами. И да, я не устану говорить про выборы в этой игре. Ведь здесь можно быть не только хорошеньким героем, который всем помогает, а и быть законченной мразью, которая испортила отношения со всеми группировками и убивает вообще всех подряд. Волк-одиночка, ауф. Вы даже сюжетных персонажей можете убить, и при этом все равно закончить игру. Отсюда следующий плюс, заставляющий вас задумываться над своими решениями. Куда вступить, кого спасти, кого убить и так далее. Помимо последствий в игре, имеется еще система репутации. Опять же, в Зове Припяти она реализована куда лучше. Вы вступаете в какую-либо группировку, и если эта группировка в хреновых отношениях с какой-нибудь… Блестка ребром встала. Судя по всему. Ну да. Это случайная блестка, если что, не задумывалась. Не запланированная? Да. Вот так вот. Она проникла контрабандой. Будь другой, как, например, долг и свобода, то и к вам отношение у этой группировки будет соответствующее. Можно довести все аж до того, что враждебная вам группировка будет сразу открывать по вам огонь. Вообще, заслужить хорошую репутацию можно и какими-нибудь небольшими действиями. Дать раненому сталкеру аптечку, помочь в перестрелке, выполнить задания и так далее. Кстати, насчет заданий. Помимо упомянутых мною скрытых линий сюжета, есть и обычные доп-задания, которые могут выдать случайные сталкеры по зоне, в баре или продавцы. В общем, заняться вам будет чем. Разве что задания не всегда блещут уникальностью. Пойди принеси что-то, убей кого-то, найди чего-то и все в этом духе. Хотя иногда бывают интересные квесты, типа штурма базы свободы вместе с долгом. Ну и конечно же, весь живой мир сталкера не смог бы существовать без какого-либо открытого мира. И это следующий плюс. Вообще, честно говоря, меня последнее время просто тошнит от игр с открытым миром. Да, и для меня и сталкер не исключение. Не нравится мне открытый мир. Ну как, вообще это типа прикольно, но блин, это настолько много времени занимает. Особенно, когда это сделано, ну типа, ну так-сяк наперекосяк, и не будь там открытого мира ничего бы не изменилось. Ну типа в сталкере, мне кажется, можно было и без открытого мира справиться, но большинству явно это бы не понравилось. Это мое такое. Имхо. Потому что весь их потенциал заканчивается на тупом гринде уровня на противниках. Или лутание скучных мест с вопросиками. Никакой атмосферности. Нынешние разрабы игр с открытым миром, видимо, не догоняют, что надо не просто дать огромную площадь и напихать ее всяким мусором. Надо сам мир сделать атмосферным, чтобы самому его хотелось исследовать. Именно таким для многих и является сталкер. Его открытый мир буквально притягивает. Загадочность буквально везде. Вот ты идешь по зоне и видишь какой-то одинокий домик. Или какую-то мини-свалку. Или, может быть, какой-то другой интересный объект. И тебе сразу хочется пойти и посмотреть, что же там. Может какой-то мутант, может какой-то персонаж, какая-нибудь пушка или полезный артефакт. В общем, весь сталкер устроен таким образом, что тебе самому и без всяких вопросиков хочется исследовать ранее нельзя. Взове Припяти интересных локаций с уникальными аномалиями стало гораздо больше. И там тоже тебе хочется погулять, пособирать артефакты и все в этом духе. Да господи, даже когда на карте имеется этот фиолетовый значок с хабаром, ты ну никак не можешь пройти мимо него и не облутать. Да, я помню, как я залез, по-моему, как раз в Зове Припяти, в место, где хабар был. Но я не мог оттуда вылезти. Потому что я залез туда, протиснулся, а назад не могу вылезти, а надо присесть. Я присаживаюсь, а он не может вылезти. А в игре, оказывается, можно нажать еще одну кнопку и присесть еще ниже. Господи, бля. Даже зная, что там может лежать какая-нибудь фигня. Сталкер в целом имеет в себе такую атмосферу, что ты не можешь пропустить, ну, буквально ничего. И речь даже не столь о каких-то объектах. Вот вспомните момент, когда у вас закончилась затяжная перестрелка, вокруг лежит 15 трупов и следовало бы пойти дальше? Да? Нет. Каждый из нас проходил и лутал каждого дохлого чувака на предмет чего-то полезного. Да, это в любой игре с открытым миром. Конечно, да. Это в любой игре с открытым миром у людей, которые собирают все. Просто я потом такой, вот 10 минут игры, вы перегружены. Да как так-то? Каждый из нас пытался запихать себе в карман как можно больше лута. И добивая его количество до 60 килограмм, медленным шагом топая до какого-нибудь продавца. Да. Ну, согласитесь, ведь у каждого такое было. И, о боже, я даже когда имел столько денег, что мог купить себе все, что захочу, все равно лутал со всем, чем только можно, чтобы отнести это и продать. Такая уж тут атмосфера, что не игра тебя вынуждает это делать, а ты сам этого хочешь. Следующий плюс как раз связан с исследованием мира. Потому что сам мир тебя награждает за любопытство. Ты знаешь, что если засунешь свой нос куда-то, куда не ведет тебя игра по основному сюжету, то точно наткнешься на что-то интересное. Причем я говорю не только про стандартные тайники, локации с артефактами или мутантов. Есть еще как пример вот такой вот секретный монолитовец на локации радар. Монолитовец этот одет в экзоскелет и хранит у себя в КПК код от одной из дверей в лаборатории Х-10. Придя туда и открыв эту дверь, мы обнаружим много чего полезного. И аптечки, и патроны, и гранаты. Причем удовольствие доставляет не столь содержимое этой награды, а само приключение. Ты нашел секретного противника, нашел у него секретный код и нашел ту самую дверь, к которой этот код подходит. Ну вот это интересно, хотя я бы это проебало не заметил, потому что я не читаю всякие записки часто в играх. Ведь в КПК Монолитовце не сказано, какой именно двери данный код. Кстати, насчет КПК, это тоже некий плюсик игре, потому что вот эти вот карманные телефоны тоже стали своеобразным символом игры. Да и с геймплейной точки зрения интегрированы неплохо. Есть по сути объяснение того, как герой читает флешки с данными, как герой получает информацию с убитых противников, откуда у героя карта, список заданий и все в этом духе. Как я считаю, разрабы очень неплохо придумали запихнуть все возможные менюшки в один подходящий для этого девайс. Ну а про сам КПК в самом начале игры нам расскажет Сидорович. А это, наверное, один из самых харизматичных персонажей за всю игровую индустрию. Его харизмой отдает буквально в каждой фразе. Да что уж там, сама игра, если не считать вступительной катсцены, как раз начинается с самой известной и мемной фразы Сидоровича, которая как только не переделывалась. Короче, меченый, я тебя спас и в благородство играть не буду. Выполнишь для меня пару заданий и мы в расчете. Заодно посмотрим, как быстро у тебя башка после амнезии прояснится. Боже мой, спасибо Андрею Подубинскому. Надеюсь, правильно фамилию произнес. Кто, если не он, мог так идеально озвучить Сидоровича, этим в большей степени и подарив ему его харизму? Неплохо. Я бы поставил такую фразу под сомнение насчет конкретно одного актера озвучки. Много хороших, харизматичных, талантливых актеров озвучки. И не каждый справился бы, но я думаю, еще с десяток минимум нашелся бы. Хороший товар. Этот голос уже привыкший. Привычный. Много персонажей в игре имеют свою уникальную харизму. Этим еще один плюс. Взять того же Бармена, Сахарова, Круглова, самого Стрелка или каких-то случайных сталкеров. А в Зове Припяти харизматичных персонажей было еще больше. Каждый запоминался по-своему. А также запоминались их мемные фразочки. Охранник в баре постоянно говорящий проходи не задерживайся. Проходи не задерживайся. Проходи не задерживайся. Или недалеко оттуда смотрящий сталкер с его не менее известной фразой. Иди своей дорогой, сталкер. Иди своей дорогой, сталкер. Или тот же Сахаров с его вечным додаканьем. Да-да? 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 Все эти фразы в основном запомнились из-за того, что персонажи их часто повторяли. Это по сути баг, но такой забавный, такой душевный, что все к нему относились с улыбкой. Ну ладно это, это как бы случайность. Ведь конечно же нельзя было не упомянуть максимально харизматичных бандитов. Почему Сидорович хавает ножку кисемяки? Это что, какой-то мем у кисемяки? Что? Хотя раз Настя не говорит, значит вероятно нет, потому что она иногда ее смотрит. Я про это никогда не слышала. Фразочки которых давно укоренились в лексиконе СНГ. И отдельный респект Григорию Герману за то, как он озвучил эти фразы. Наверное, никто с таким энтузиазмом не смог бы прикричать эти уже знакомые нам реплики. В общем-то говоря, озвучка в игре просто шикарная. Каждый персонаж звучит прям от души. Чем-то напоминает дубляж Варкрафта 3, который тоже не менее мемный и не менее качественный. Все персонажи говорят с такой наигранностью и экспрессией, что звучит нереально классно и неповторимо. Казалось бы, наигранность это почти всегда плохо, но не в этих случаях. В общем, плюсик. Еще хотел бы мельком упомянуть сами диалоги. Я бы не сказал, что они прям шедевр, ведь большая часть диалогов поставляется исключительно текстом. Но те, что озвучены, звучат в принципе неплохо. Разве что у всех диалогов, неважно текстовых или озвученных, есть разные вариации в зависимости от ваших действий. Даже малейших. Типа допустить смерть Круглова и услышать тогда иную фразу от Сахарова. У текстовых же диалогов плюс заключается в большом количестве полезной информации. У вас есть несколько вариантов вопросов, которые вы можете задать каждому персонажу. Кто-то ничего не скажет, а кто-то может рассказать какие-нибудь интересные факты о Зоне, какие-нибудь легенды, байки и все в этом духе. То есть это как бы не обязательно прослушивать и читать, но если появляется желание узнать о Зоне побольше, то желание это можно утолить. Следом я бы хотел похвалить весь сюжет в целом. Точнее, то, на чем он держится. Саму основу Сталкера. Предысторию Зоны, проекта Сталкера, ученых о сознании и подобных вещей. Если вкратце, то Зона появилась из-за экспериментов ученых над ноосферой, с целью ее подчинения. Ноосфера – это, по сути, информационная оболочка Земли, содержащая все знания, все мысли, сознание и так далее. Если ее подчинить, то можно будет, как бы, избавить мир от всего плохого. Ну, так думали ученые. Чернобыль же был выбран по той причине, что это одно из самых безлюдных мест, и куда проще всего было доставить нужное оборудование, и где многое уже имеется. К сожалению, эксперимент пошел не по плану, и произошел мощный выброс, породивший аномальную зону Чернобыля. А я думал, этот, как там, выжигатель мозгов, или он не в этой части. Мне нравится, как этот черт сидит, но выжидает, сука. Эксперимент пошел не по плану, и произошел мощный выброс, породивший аномальную зону Чернобыля, куда стянулись сталкеры, военные, бандиты, наемники и другие. В основе эксперимента лежало объединение нескольких ученых в один разум, ведь разум одного человека не смог бы справиться с ноосферой. Сами же ученые, по сути, в каком-то абстрактном виде или в виде программы, не до конца понятно, пытались хоть как-то контролировать зону. Да нет, на самом деле много кто читает. Людей же много в игры играет. Кто-то читает все, кто-то читает только главное. Кто-то не читает вообще ничего и не слушает ничего, и потом говорит, что игра говно и сюжет говно. Это самые такие странные ребята. Для этого им помогали монолитовцы, люди, поклоняющиеся монолиту. Вещи, которая была придумана этими учеными. Также в план ученых входила промывка мозгов сталкером для пополнения группировки монолита. По сути, как бы личной армии ученых осознания. И также в планы по контролю зоны входил проект сталкер. Это тоже, по сути, промывка мозгов сталкером, но с целью вернуть их обратно в зону с какой-нибудь конкретной задачей в башке, чтобы далее эти промытые сталкеры выполняли ту самую задачу, поставленную учеными. В целом, это то, на чем держится весь сюжет. И, честно говоря, задумка реально оригинальная. А еще оригинально сама задача главного героя. Ведь он тоже оказался одним из тех, кому промыли мозги. Но довольно криво. Из-за чего главный герой, Стрелок, не зная, кто он, получил задачу убить Стрелка. То есть, по сути, самого себя. И об этом в начале игрок тоже не знает. По сути, находясь со Стрелком в одинаковой ситуации. И далее по сюжету мы вместе со Стрелком будем разгадывать эту загадку. Стрелок не знает, что он Стрелок, когда ему надо убить Стрелка. Йоу. Узнавать сообщников Стрелка, узнавать то, что он планировал, то, что он сделал. И только под конец узнав, что протагонист это и есть, как бы, главный антагонист. Кстати говоря, проект Сталкер это не конкретно одно слово, посвященное сталкерам. Это целая аббревиатура тех, кому промыли мозги. Поэтому название проекта и игры пишется через точки. Ир... Ну да. Что это аббревиатура, это понятно. А вот что аббревиатура чего я, честно говоря, либо забыл, либо не знал. Шифровывается оно как что в переводе на русский мусорщики, нарушители границ, авантюристы, одиночки, убийцы, исследователи и грабители. Что? Короче, просто банальное перечисление всех, кому промывали мозги. И кем их делали. Ну да. И перечисление того, чем может заниматься игрок. Да. В целом и является развернутым определением слова сталкер. А вот и наглядная демонстрация работы самый частый из встречаемых аномалий в зоне. Отсюда следующий плюс, довольно очевидный, который в основном и делает зону такой уникальной и опасной. Не будет он нам шутить. Ты про ножку кисемяки ответь. Чертила полуцифровая. А то такой вкинул и на вопрос не ответил. Угу. Жопашний. Аномалии. Это как бы… Блин, сложно сформулировать. Давайте мне поможет Вики. Аномалии – это относительно небольшие образования неизвестной природы, существующие в виде областей в пространстве с измененными законами физики или мутировшей растительности, наносят физический, электрический или химический урон попавшим в них объектам. Но также существуют аномалии, не имеющие прямого отрицательного воздействия, такие как телепорты или пространственные пузыри. Если вкратце, то это необъяснимая с точки зрения физики хреновина в рандомных местах по зоне. Может быть как просто огонь или электричество из земли, так и всяческие гравитационные образования, разрывающие живые организмы на куски. Или просто подбрасывающие вверх. Короче, аномалий в игре хватает. В серии «Сталкер» их аж четыре. Нужка кисемяки – это из ролика Бэпса про «Сталкера», да? Бля, я уже и забыл. Столько всего смотрим. Угу. 14. Отсюда следующий основной плюс «Сталкера» – артефакты. Зачем, собственно, «Сталкеры» и приходят в зону? Ведь артефакты из-за своих уникальных свойств стоят немало. А «Сталкеры» только рады их продать и на этом заработать. Какой переливающийся башмак. Хотя по факту это непонятно чё. Артефакты – это, как бы так сказать, если бы аномалия была яблоней, то артефакт – это яблоко. То есть, по сути, полезные предметы, образующиеся в аномалиях. Артефакты имеют примерно те же свойства, что и аномалии, в которых они зародились. Ну, например, в электрической аномалии можно найти артефакт вспышка, который, если надеть, то можно получить увеличенную выносливость, но при этом урон от электричества на 10% выше. Или же артефакт слюда, который останавливает кровотечение, но повышает урон от химических и огненных аномалий. Поэтому артефакты, если не продавать и использовать для себя, то нужно их как-то комбинировать, ну, чтобы устранить негативные эффекты. Есть ещё забавные комбо, типа, если взять 4 артефакта батарейка, которые снижают урон от электричества, то можно преобразовать его в получение здоровья. Да, то есть надеваем 4 батарейки и электричество нас теперь лечит. Удобно. Также в зоне из опасных вещей, помимо аномалий, имеются ещё выбросы. В тени Чернобыля их почти... Не знал про эту штуку. Не было, хотя по задумке они должны... Имеются ещё выбросы. В тени Чернобыля их почти не было, хотя по задумке они должны рандомно в какое-то время происходить. В других частях они реализованы как надо. Выбросы — это, как его называют сталкеры, сердцебиение зоны. Раз в какое-то время зона даёт о себе знать, показывает, что она живая и совершенно небезопасная. По всей зоне происходит резкий всплеск радиации и пси-излучения. Только единицы были способны пережить выброс. Это как огромная, несколько секундная аномалия на всю зону, от которой можно спрятаться только в каком-нибудь подвале или укреплённом помещении. В будущих частях сталкера подобная механика не даёт передохнуть, и раз в какое-то время создаёт неожиданное напряжение. Следующая опасность аномальной зоны в Чернобыле — это самое первое, что приходит в голову. Радиация. Без неё игра про Чернобыль уже не про Чернобыль. Радиация здесь практически везде. И этот щёлкающий счётчик Гейгера при приближении — это, наверное, самая чувствительная вещь для игрока. Во всех играх обожал наличие счётчика Гейгера. Одним только звуком показать, где опасность — это… Не знаю, меня это прикалывает. А ещё прикалывает, что радиацию здесь можно снять не только антирадом, а и водочкой. Ну, конечно, мы ведь играем в игру про кого? Правильно. Поэтому водочка здесь точно должна была быть. И тем более ей дали игру про кого. Водка производства компании GSC. GSC. GSC, точнее. А я забыл, как там… Какая компания, которая делает Stalker, называется. Тоже там что-то созвучное, по-моему. Правильно. Поэтому водочка здесь точно должна была быть. И тем более ей дали реальное геймплейное назначение. Скажите, что вам приходит в голову, когда упоминаются игры с радиациями? Она также называется. А, ну вот. GSC Game, по-моему, или GSC Game. Game World. Или как они? Я не помню. Почему-то… Ну, опять же, мой мозг это… Заманделиться мог. На самом деле оно вообще не так. Радиаций. Метро. Сталкер. Фоллаут. Конечно же, всем вспоминаются мутанты. Главный атрибут игр с радиацией. Мутировавшие животные, люди или просто какие-то существа, ставшие монстрами. В Сталкере мутанты появились не только из-за радиации, а еще из-за экспериментов ученых. Поэтому в зоне есть человекоподобные мутанты, типа кровососы, контролеры, снорки, бюреры, полтергейсты, наверное. И есть животнообразные, типа собак, кабанов, плоти, химеры и… я не знаю, к кому причислить псевдогиганта, но пофиг. Мутантов тут хватает, и все они по-своему интересные. У каждого есть своя обилка и поведение. В игре продумали даже мелочи, типа… У него большие ручки, чтобы ходить, и маленькие ручки, чтобы ручкать. Типа, как слепые собаки обходят аномалии. Может это баг? Нет. В энциклопедии игры прописано, что они чувствуют аномалии. Кстати, респект за наличие энциклопедии с кучей полезной инфы. Ну и вот, сами же обилки у некоторых мутантов крайне пугающие. Полтергейсты швыряются всякими предметами, постоянно держа в напряжении. Неприятные ребята. Кровососы и вовсе становятся невидимыми и быстро подкрадываются к игроку. Снорки громко рычат и бросаются на всех. Ну а контролеры, они наносят урон телепатическими атаками. О, да. Вообще не очень понятно, как с ними сражаться. Какой-то момент мне было. И это очень пугает, когда встречаешься с подобным впервые. Вспомните свои первые эмоции от встречи с контролером или кровососом. Уверен, многие из вас просто убежали либо зажали гашетку от бедра с внутренним криком души. А если взять псевдогиганта в лаборатории, то можно потом вообще не уснуть. Да, сейчас опытные сталкеры поплевались в монитор со словами, ой, да чё их бояться-то. Но я сейчас говорю про первые эмоции. И они правда незабываемы. А ещё вхождение в полу-невидимость у кровососа позаимствовали разработчики Киллинг Флора для зомби-патриарха. Который тоже очень похож на кровососа. Но это так, маленький факт. А вообще я бы прошёлся ещё по нескольким маленьким... Мне интересно, факт этот просто притянут за уши или это разработчики Киллинг Флор говорили так? Ну да. Подтвердили в смысле, что они вдохновились и взяли этого моба и сделали его по подобию. Потому что полу-невидимые хуманские монстры, это как бы, ну, совсем не новшество. Зеркаленные калаши тоже мутанты. Пол убивает. Да. Таким фактам и пасхалочкам. Коих в серии сталкер немало. Но я упомяну лишь популярные в тени Чернобыля, которые тоже можно отнести за плюсы. Водочка Казаки. Её название, картинка и описание отсылают на игру Казаки от собственно разработчиков GAC, создавших и сталкер. Стратегия Казаки, кстати, для многих, и для меня тоже, является игрой детства. Только сейчас узнал, что и её создавали разрабы сталкера. Энергетический напиток нон-стоп уже является не пасхалкой, а скорее прямой рекламой, о которой мало кто знал. Ведь украинский энергетик нон-стоп существует в реальной жизни. У бармена за спиной есть телевизор, который показывает первый геймплей одной из ранних версий сталкера. А ещё там рядышком стоит кукурузка и горошек от Бандуэль. Мои любимые, кстати. Нет, не реклама. Бандуэль, если хотите взять рекламу, я за. В лаборатории X18 можно найти фотографии... Да, ну да, реклама, он даже их название правильно не произнёс. Бандуэль? Да. А он Бандуэль сказал? Да. Ну. Что он неправильно интерпретирует название своих любимых горошков. Он так-то и Килен Флор сказал Флур. Флур. Мука? Убийственная мука? Да. Для меня в моём подростковом возрасте был величайший удар, когда мне сказали, что правильно блат, а не блуд. Я не мог принять... В смысле? Да как? Да... Нет! Но... Но... Но со временем привык. Я это просто приняла, потому что для меня блуд было созвучно слову блуд, которое, собственно, блудливое слово. Блуд? Нет. Которое... Слово само в себе такое крамольное. Слово блуд. Ну да. И поэтому я легко приняла то, что это не блуд, а блуд. Нормально. А то созвучно слишком, да? Да. Эх... Я даже и не думал об этом. Мне вообще было без разницы. А ещё с этим... Как его? Эээ... Помню, была проблема в линейке с этим... Со словом руд. Ага. Блин, я не помню, как мы... Как уже и говорили, но говорили в корне неправильно. Руд, в смысле, корень? В корне, да. Типа, эээ... Руд, эээ... В плане того, там, это... На место... Прилепляет. Я не помню, как называли, но я помню, что неправильно называли. Ну уж бывает. И... Тоже было время надо, чтобы, это... Переучиться, как правильно говорить. В немецком может и правильно, всё-таки, это же германский язык. Ну... Насчет немецкого вообще ничего не говорю, я в нём не шарю. Кров. Кров. Да. Кров. Биг кров. Биг кров, да. Верри биг кров. Да-да-да. И что это? Это... Да. Это да! Настя хотела сказать откуда, и такая да. Я забыла назвать. Посмотрите стримы по... Верайзингу, блять. Забыли наш любимый. Я хотел сказать вампайр Сурвайварс, но... Такой нет, стоп, это другая. Опа. Подсечка. Ты что съезжать начала? А? Эх, лапок. Хафью со всеми разработчиками сталкера. При разговоре с Кругловым он может упомянуть антропоморфного дендромутанта обыкновенного. Если кто не знал, то это полное научное название Буратино. Чё? Я лично не знал. Следующий небольшой факт связан с продавцами. В игре при убийстве мутантов можно получить с них какой-то кусок. Ну типа лапу кровососа, хвост собаки и всю подобную дичь. Только эту дичь торговцы у вас не возьмут. Купить это захотят только обычные сталкеры. Это наглядно подтверждает слова Сидоровича, который цитировал некоторых сталкеров, говорящих, что если зуб кровососа носить на шее, то это принесет удачу. Странно звучит, но тем не менее, факт остается фактом. Подобные сувениры с мутантов торговцы не возьмут, а сталкеры купят за милую душу. Кому-то как трофей попантоваться, а кому-то утолить свое суеверие. Ну и, наверное, самая популярная пасхалка в сталкере Тень Чернобыля – это Гордон Фриман. Его труп можно найти в туннеле с электрическими аномалиями. Труп будет с очками, бородкой, в общем, полностью копировать внешность Фримана. А в подтверждение факта выступает информация в его КПК. В нем будет упоминаться знаменитая монтировка. КПК Гордона. Ну да. Ну, внешность Фримана там не скопировалась, скорее образ. Потому что внешне он не похож на того, который в халфе. Как по мне. Гордон Фримана и Черная Меза. Следующим хотел бы упомянуть родство сталкера и метро. Эти игры у нас в СНГ любят по-особенному. Все из-за, в принципе, одинаковых плюсов. И там, и там присутствует атмосфера постапокалипсиса. Есть аномалии, мутанты, советский и русский антураж и все в этом духе. Но родство у этих игр не только из-за тематики, а и в целом из-за принципа создания. Метро создавали частично те же разработчики, что и создавали сталкер. Только уже под другим именем студии. Метро очень многое взяло от сталкера. Начиная от некоторых текстурок и атмосферы и заканчивая одинаковыми актерами озвучки. Ходили также споры, что у метро тот же самый движок, что и у сталкера. Там долго разбираться, я сейчас не об этом. Просто хотел сказать, что некоторые до сих пор сравнивают сталкер и метро. Это все ни капли ни минус, это как раз таки плюс. Потому что метро стало восприниматься так же по-родному, как и всеми любимый сталкер. Ну... Я не один раз говорил, что метро мне гораздо больше нравится, чем сталкер. И это не удивительно, ведь, повторюсь, разработчики отчасти те же. Кстати, насчет разработчиков и сюжета. Все мы знаем, что в основе сюжета метро лежат книги Дмитрия Глуховского. Это так же, как с этим. Так же, как с Dead Island и Dying Light. Dead Island мне нравится, но, господи, она местами такая кривая и корявая бывала. А Reptide так вообще мне, тем, как вы втыкаетесь друг в друга, мозги выдрочил. Я с этого психовал, меня почему-то дико это бесило. А с Dying Light у меня таких проблем не было. Знаешь, частенько бывает, что на чем-то оттачивается мастерство, а другое становится уже, так сказать, конечным продуктом. Ну, там, я так понимаю, как в Сталкере и Метро, так же и в Dead Island и Dying Light. И просто часть разработчиков ключевых разбежалась и реализовали одни то, что хотели больше. Ну, короче, реализовали по-разному и все. Сталкер же не пост-апок. Ну, кстати, да. Ну, вообще, я же говорю, мне не нравится в Сталкере в основном открытый мир. А он не говорил, что это пост-апокалипсис. Он говорил про атмосферу пост-апокалипсиса. Немножко другое. Ну да. Мне просто не очень как-то зашел открытый мир Сталкера. Не знаю почему. Это для меня худшая часть игры. Открытый мир. Именно в нем. И именно он ответственен за сценарий, что в основе сюжета Метро лежат книги Дмитрия Глуховского. И именно он ответственен за сценарий игровой версии Метро. Это я к чему. У конкретного автора всегда может быть своя политическая позиция, которую он может прописывать в своих сюжетах. И в Метро мы нередко видели конкретную политическую повестку. В первых двух частях презирались коммунисты и нацисты. А вот в последней части уже были явные отсылки на современную Россию. Но это был некий скрытый смысл, который я разбирал в ролике по плюсам на Метро Экзодус. Ну и вот. Скрытые смыслы это конечно круто и интересно. Но вот в Сталкере, где напомню, у главного героя всегда есть выбор. Не важно какой морали он будет. Важно для такой игры не иметь какой-то конкретной повестки. Важно не выставлять кого-то хорошим, а кого-то плохим. Это и есть следующий плюс Сталкера. Во всех трех частях нет абсолютно никакой политики. Это игра. Это сюжет про аномальную зону. Про группировки, у каждой из которых своя идеология и мораль. И к какой себя причислить, выбирает именно игрок. В Сталкере даже практически нет упоминаний национальностей кого-либо. Ну, за редким исключением. В общем, ничего политического сама игра не затрагивает. И сама по себе ничего не навязывает. А что там снаружи, это уже другое дело. Поэтому... Ну, хрен знает. Те же группировки, по-моему, там все-таки свои эти... Свои доктрины продвигают и прочее. Как и, грубо говоря, в метро. Я, конечно, могу ошибаться. Дело в том, сколько прямые отсылки на существующий, так сказать, строй есть. Ну, да. Не знаю, я в метро, видимо... Не знаю, Вольфенштейн про нацистов, но в то же время он не продвигает никакую повестку, как по мне. Ну, да. Я в метро на это внимание сильно не обращал. По-моему, как бы... Окей. Ну, понятно. Ну, типа... Это... Взято то, что людям знакомо и что они взяли себе за основу. Люди у нас вполне могли бы так организоваться. Все. Ничего удивительного для меня не было. Тому плюсик сталкеру за полное отсутствие политики и какой-либо конкретной повестки. Кстати говоря, я только что вскользь упомянул группировки. И хочу добавить, что идеологию им прописали правда хорошо. Одиночки, ученые, бандиты, чистое небо, наемники, военные, ренегаты или самые популярные. Долг, свобода и монолит. У каждого своя цель пребывания в зоне. Каждый занимается своим делом. Вообще, я слышал теорию, что вот эти вот три группировки, долг, свобода и монолит, и зону можно описать как взаимодействие людей с природой. Ну, смотрите. Долг считает, что зону нужно уничтожить и убить всех мутантов. Это охотник. Свобода считает, что зону нужно изучать. Это, по сути, исследователь. Человек, который извлекает личную выгоду из зоны, изучая ее, а не охотясь. И только монолитовцы в зоне чувствуют себя прекрасно. Потому что они не охотятся, не изучают. Они живут с зоной в гармонии. Они не стараются Хиппи обоссаны. Ага. Поживиться артефактами, не истребляют толпами мутантов. И поэтому им в зоне безопаснее всего. Поэтому они в зоне самые опасные. Это, по сути, благодарность природы за отношение к ней. Монолитовцы живут в гармонии с зоной, а зона в гармонии с монолитовцами. Не знаю, насколько годная эта теория, но она мне понравилась. Но все, что здесь происходит, зависит не от зоны, а от нас. Хороших она пропускает, а плохим отрывает головы. Не знаю, не уверен. Один из самых основных плюсов Сталкера – это его культовость, сообщество, аудитория и прижившиеся в обществе тематика. Сталкер – уже поистине народная игра. С момента его выхода вышло множество книжек с альтернативным сюжетом вселенной Сталкера. Также появилось множество подражателей. Существуют всякие квесты или страйкбольные игры. Ну, да. Правда, я ни одной книжки по Сталкеру не читал. В отличие от Метро. Я не читала одну. Просто давно. Угу. Да, у нас… Я в Армейке когда был, у нас Метро читали и Сталкера. Вот Сталкера мне что-то как-то не тянуло. Я… Я просто не любительница такого, что есть какая-то вселенная, и по ней сторонние авторы кучей-кучей пишут разного качества произведений такие. Собираются антологии. Мне… Ну, как-то не близко. Ну, мне казалось, что, по крайней мере, тогда, когда я читал, что вроде как авторов всё-таки Глуховский отбирает, или команда у него отбирает, смотрит, чтобы это вписывалось нормально в канон. И то, что подходит к канону, они выпускают. Просто там всё равно в разной степени паршивость сюжет. Ну… Сами книги. Бывало, да. Даже тогда бывало. Я же говорю, я к тому, что… Как это было, когда это только появлялось? Это было, по-моему, 2011-й, 2010-й. А ну тогда ещё их не так много было. Я помню, сколько у нас и сталкера, и метро было в книжном магазине. До жопы. А сейчас… А сейчас я не знаю, как там… А так-то, понятное дело, что даже отбирая… Когда команда отбирает, то какие-то книги будут хорошие, а какие-то будут посредственные. Качество книжек про попаданцев ясно. Ну, в принципе, да. Ожидаемо. Ну, хз. Тогда можно любую книжку с людьми не в стандартном сеттинге отнести к попаданцам. Нет. И не об этом сейчас. О том, что книжки про попаданцев очень низкого качества обычно. При своей большой популярности. И поэтому Джокер пишет, что они похожи на книжки про попаданцев, потому что они низкого качества. Ну, возможно. Не, ну там были… На самом деле, больше такого среднего. А то, что я читала, кстати говоря, это было, походу, два в одном. Сейчас вспоминаю чуть-чуть. Я не помню ни автора, ни точное название, но там… Там… ГГ, да. Он фактически был попаданцем. Ну, я помню буквально пару историй, в основном только одну историю из метро. Так что, да, скорее всего, все остальные были посредственные, не считая основной историей. Попадается. Это просто такой сюжетный костыль для того, чтобы человек себя больше ассоциировал с главным героем. Вот. И для того, чтобы было проще описывать мир с точки зрения современного человека, современным языком. Потому что, когда ты пишешь про что-то фэнтезийное, пишешь про что-то в необычном сеттинге, тебе приходится как-то модернизировать язык, которым ты ведешь свой рассказ, чтобы это не выглядело слишком современным, слишком близким нам. Потому что это будет неправдоподобно. А попаданцам, типа, считается, что… А про попаданцев, типа, изи! Нет, я к тому, что каким образом делаете вывод, что оно про попаданцев, я вот это вот пытаюсь понять… Да никто не делает вывод, что это про попаданцев! А что ты про них тогда говоришь? Потому что и то, и то низкого качества, примерно вот одного уровня. Все равно странное сравнение, зачем? Смысл? Погнали дальше. Не будем распыляться. Я просто не пойму, к чему попаданцы, это попаданцы, кто когда-то куда-то там попал? Типа, люди, которые попали в постап, это попаданцы? Дело не в сюжете, дело в качестве самого произведения. Просто сам сюжет про попаданцев – вот первый признак того, что дальше все будет не очень. Потому что затащить на нормальном уровне сюжет про попаданцев сложно, но зато легко вести повествование. Вот, и то же самое со сталкером, там довольно низкого качества сами эти книги. Ну да, ну… Я же говорю, я сталкера не читал вообще. Ну метро, скорее всего, тоже плюс-минус такое же. Я просто такой думаю, к чему… Не проще сказать тогда, что, ну, посредственное дерьмо. Зачем, зачем приплетать к этому попаданцев? Потому что это некоторое… Мирило… Сюжетов. Скажи, я просто тогда… Я не об этом думаю сразу, когда слышу про попаданцев. Я такой, а? Чё? Игры в тематике сталкера. А игроки, настолько преданные этой игре, настолько её любят, что даже баги оправдывают шуточной фразой. Это не баги, это аномалии. И, конечно же… Да, это всё… Это, по-моему, мем просто, и все угорают уже. Нельзя не упомянуть главную вещь, которая является самым ярким выражением любви к игре. Вещь, которая до сих пор позволяет держаться сталкеру на плаву. Это моды. Разработчики игр, которые позволили игрокам создавать моды, уже молодцы. Но ещё большие молодцы – как раз таки создатели модов. А модов в сталкере нереальное количество. Есть как маленькие, исправляющие что-то в оригинале игры, стрельбу там, пару пушек, так и масштабные, меняющие полностью графику, игровой процесс. Только могут богаться, шо пипец. Опять ты на стол? Лапы на стол. Чмошник. А чё, он не чмошник? Чмоня-бомбоня. Да, я понял уже. Ну, ты знаешь, что такое попаданцы. Я просто сначала не понял, но я понял, что имеется в виду, что большинство книг про попаданцев – это дерьмо лютейшее. Посредственное такое. Да, ты понимаешь, что японские исикаи там даже рядом не стояли. А, то есть исикаи – это хорошие попаданцы в сравнении с теми попаданцами, которых ты имела в виду? Я не раз соткнулась на подобное дерьмо, господи. Я его приняла за фэнтези. Это оказалось про попаданцев. Я прокляла всё на свете, и я не смогла это прочитать. Это было ужасно. Игорь Залубкин наступил на кошку, она об него споткнулась, съела его, и он оказался в фэнтези-мире, где есть кошка-девочки, да? Знаешь, просто ирония в том, что «Колдовской мир» Андре Нортон, мои любимые, это тоже в какой-то степени история про попаданцев. В самых своих истоках. Не только. Вот. И это... Там я, по крайней мере, точно две истории читала. Как чел, который скрывался от спецслужб, попал в «Колдовской мир», и второе, как девчуля пыталась спасти кошку, и кошка её привела, короче, в другой мир. Твою мать, Алиса в «Стране чудес», это же история про попаданца. Эх, это история про один огромный бэттрип. Ну, по факту она попаданец. Вот. Смысл в том, что как ты используешь это как инструмент? Да. Да. Либо ты просто облегчишь себе задачу в рассказывании сюжета от лица персонажа современного, либо ты какую-то сотворишь неведомую херню. Ну... Да, я так и думаю, да, иссякаи там вариантов хотя бы много, и в «Слизь», и прочее. Будет когда-нибудь иссякаи в «Бобра самурая» трансгендера? Ну, эти попаданцы, они в основном иссякаются в этих... В героев! Имба-персонажей. Ну да. Которые все такие умные, все такие просвещенные, все такие охеренные. Да, да, да. А девчули попаданки, они все такие обязательно красивые становятся. Они типа были обыкновенными серыми мышами, но очень умными. Не давая идеи. А потом они иссякайнулись и стали еще и очень красивыми и знатными. И в них сразу влюбили все мужики в округе. Да. И всякие принцы и херинцы, и какие-нибудь демоны, драконы, которые обязательно... Драконы — это обязательно красивые длинноволосые мужики. Если ты не знал. А демоны тоже очень красивые мужики, просто они здоровые с рогами и хвостами. Ясно. Да. Я же говорю, а по метро книги я помню буквально вот ту, которая у меня есть, немножко. Там были еще парочка, а самое запоминающееся про чела, который взял себе на воспитание ребенка, и там две части, и про их бытие, так сказать, про их жизнь рассказывается. И все. Так-то там, наверное, сейчас сможет что-то хорошее и есть. Да и в Сталкере, наверное, что-то есть хорошее, а не все же там параша. Ну конечно. Локации, добавляющие новые или альтернативные сюжетные линии. Моды в Сталкере дошли до такого уровня, что способны на несколько голов переплюнуть оригинальную историю и геймплей. Поэтому хочу сразу выразить благодарность всем мододелам. Именно они ответственны за поддержание жизни Сталкера по сей день. Молодцы. Вернемся к оригинальной истории. И хочу поставить плюс за сами походы по лабораториям. Они не только вышли атмосферные, но и неплохо так раскрывают историю Сталкера, историю Стрелка и также историю всех тех опытов ученых. В одной из лабораторий можно даже найти огромный искусственно выращенный пси-излучающий мозг. Пугающая картина. А потом на локации радар можно наглядно увидеть демонстрацию влияния пси-излучения. У героя буквально едет крыша. Хотя окончательное действие пси-излучения мы видели еще ранее, рядом с янтарем. Здесь люди буквально превратились в зомби. Я поражаюсь. В игре и так мутанты, аномалии, радиация, а сюда еще и логично обоснованных зомбарей добавили. У Стрелка из-за пси-излучения или каких-либо других воздействий запускаются видения, которые уже могут намекнуть игроку на то, что протагонист это и есть Стрелок. Люблю, когда игры дают пищу для размышлений. И ведь игра может даже ответ вам не Стрелок. Люблю, когда игры дают пищу для размышлений. Куча мутировавших Валь. Кленей. И ведь игра может даже ответ вам не дать. Если вы пойдете по ложной концовке, то так и не узнаете, кто такой Стрелок. Но об этом чуть позже. Сейчас бы я хотел упомянуть парочку соревновательных вещей. Во-первых, это таблица лидеров. Не знаю кто, но кто-то точно пытался попасть на самое первое место. Видать, в начале его сталкерской карьеры ему приходилось часто спасать. А я думал, он просто умер. Кому-то это даже удавалось. Пишите в комментах у кого. А во-вторых, в сталкере существует арена. Удивлен был ее здесь увидеть, но порой там условия реально хардкорные. Есть сражения как с пушками, так и без. Вообще, оружие в этой игре это больная тема. Мало кто любит стрельбу в сталкере, и это заслужено. Но все же я хотел бы похвалить игру за то, что у некоторых пушек имеется самая настоящая баллистика. Как по мне, механика падения пули для игры 2007 года очень неплохое достижение. Кстати, пушки в игре имеются не только стандартных версий, а и улучшенные, уникальные версии, которые нельзя купить, а можно только найти. Это тоже плюсик, ведь добавляется желание искать не только артефакты для наживы. Еще на тему пушек. Хотел бы похвалить их описание. Оно рассказывает почти все, что нужно знать об оружии. Хотя в игре почти у всего есть описание. Где-то полезное, а где-то забавное. Что ж, мы на финишной прямой, ребятки. Выжигатель мозгов отключен. И этот момент такой особенный. Тебе никто никаких таймеров не дает. Никто тебя не подгоняет. Но событие такое значимое, что ты сам ощущаешь, будто бы должен как можно скорее пройти за выжигатель. Ну серьезно. Все и всегда боялись выжигатель мозгов. Никто и никогда не знал, что за ним. Сплошные легенды о клондайке артефактов и исполнителей желаний. И вот, выжигатель отключен. Все, кто только можно, стремятся в центр зоны. И при такой обстановке ты сам как можно быстрее несешься туда же. Кстати, о клондайке артефактов. Он правда существует. Я говорю об этом стадионе, на котором множество противников, аномалии, мутантов и целая гора артефактов. Остается только выжить, чтобы их собрать. А, самая малость, выжить. Оля. Вам не слышно, но он громко мурчит. Кайфующий кит. Вообще, я не сразу понял, что на этот стадион можно попасть. Игра нас как бы ведет в здание, а потом переносит за этот стадион. Но если пойти налево, в эту калитку, то попасть на стадион все-таки будет, может, этот стадион. Но и на попасть. Игра нас как бы ведет в здание, а... Налево, но он же пошел направо. А? Хотя, ну да, смотря откуда он смотрел. Я не очень знаю. Потом переносит за этот стадион. Но если пойти налево, в эту калитку, то попасть на стадион все-таки будет можно. После самого стадиона мы попадаем на территорию ЧАЭС и по-настоящему чувствуем приближение финала. Бля, веселятся там, крутятся в карусельках. Ведь весь сюжет плавно протекал от кордона до ЧАЭС. То есть, по сути, от самого края Чернобыля до самого его центра, постепенно знакомя игрока со всеми особенностями зоны. Да и весь штурм самой Припяти я бы тоже хотел похвалить. Ведь после отключения выжигателя мозгов, как я уже сказал, вообще все ринулись в центр. И военные, и сталкеры, и всякие группировки. Все столкнулись с монолитовцами. Конечно, под конец игры основная атмосфера немного затерялась во всех этих перестрелках, но стоит признать, все эти вертолеты, взрывы и совместный штурм с другими сталкерами правда выглядят эпично. Большинство сталкеров пошли в центр отнюдь не только за артефактами. Большинство хотело добраться до исполнителя желаний. И если игрок идет на ложную концовку, то есть не встретившись заранее с доктором, то игрок тоже, как и все остальные, идет за исполнителем желаний. Но, как мы все знаем, его не существует. Это банальный фейк, придуманный учеными осознания для вербовки в монолит. Или просто убийство недоброжелателя. И фейк этот реально правдоподобный. Фейк, которым игрока заманивают всю игру. Фейк, которым игрок проникается. Иди-ка... Я помню, сколько сраных теорий было. И прочего говна. Что? Обалдишь, ну котик? Ко мне. Ты обретешь то, что заслуживаешь. Твое желание скоро исполнится. Иди ко мне. Чухи-чухи глазки. Твоя цель здесь. И когда я в первый раз проходил сталк... Слушай, вот он душный. ...то реально... Этот монолит. ...думал, что иду на настоящую концовку. Реально добираюсь до исполнителя желаний. И каково было мое удивление, когда я после концовки с желанием узнал, что все это липа. И истинную концовку можно получить только совершенно иным образом. За подобную обманочку нельзя не поставить плюсик. Но чтобы получить истинную концовку, нужно сразу же после отключения выжигателя мозгов побежать не в центр, как того хочется, а выполнить маленькое побочное задание. Встретиться с доктором в тайнике стрелка. Тогда-то игрок и узнает, что протагонист это и есть стрелок. Тогда игрок узнает тайну исполнителя желаний. Узнает то, как стрелок пытался открыть секретную дверь. И тогда уже цель стрелка попасть в центр совершенно не в том, чтобы добраться до исполнителя желаний. За подобную многоходовочку тоже плюс. Кстати говоря, если попасть за ту самую секретную дверь, то вы все равно можете не получить каноничную концовку. Канона А в смысле, блять? Считается момент с расстрелом ученых, а не с присоединением к ним. Ну и перед их расстрелом вам придется через порталы скакать по всей чернобыльской АЭС. Наверняка все этого ждали, когда видели электростанцию в главном меню игры. Перед истинной же концовкой ученые осознания расскажут нам все подробности и ответят нам на все интересующие вопросы о зоне, за что тоже нельзя не похвалить финал. Вообще в игре целых семь концовок, что довольно немало и не может не радовать. Первые две концовки как раз истинные, одна из которых каноничная, а остальные пять ложные. Они связаны с исполнителем желаний, и каждая концовка зависит от вашего стиля игры. Если убить лидеров группировок, то стрелок загадает власть. Если лидеры живы и у вас денег больше чем 50 тысяч, то загадает богатство. Есть также концовки с загадыванием бессмертия, уничтожением человечества или зоны. В любом случае, каждая концовка не просто показывает какую-то уникальную сцену, а каждый раз плачевно заканчивается для стрелка. Ведь каждая концовка по сути высмеивает сами желания стрелка, высмеивает главные пороки человечества. Жадность, жестокость, алчность, эгоизм, глупость и все в этом духе. Дай мне власть над миром. Дай мне богатство. Дай мне бессмертие. Человечество неисправимо. Оно должно быть уничтожено. Я хочу, чтобы зона исчезла. Ну и хотел бы еще сказать, что я не тот самый фанат сталкера, который любил его с детства. Да что там, когда он только вышел, мне было всего 6 лет. Да и потом в каком-то сознательном детстве я не играл в сталкер. Я всегда про него слышал. Ну, я не был настолько маленьким, когда он вышел. Мне уже было 16 где-то, когда он вышел. Я помню, как все его ждали, как все от него кайфовали. И я даже кайфовал, пока он мне не насрал в штаны. Но обходил стороной. Вы прикиньте, я познакомился со сталкером только полтора года назад. И к чему я это говорю? А к тому, что все сказанное в видео не является вылизыванием игры на фоне ностальгических чувств. У меня нет ностальгии к этой игре. Потому что времени для меня прошло еще не так много. Отсюда и объективность во всей похвале сталкера. Надеюсь, все сказанное... Нет. Это не становится объективным. От того, что человек поиграл полтора года назад. Один из его объективных плюсов в том, что, типа, этот мир красивый. Ну, допустим, для меня он нихера не красивый. Один человек... Поэтому это субъективность. Один человек всегда будет говорить субъективно. Только если он не оценивает по каким-то параметрам, которые он определил мне сам. А, ну, возможно. Для меня сложно. Я про это проще считать, что объективности не существует. Как таково. Нет, объективность существует. Потому что ты возводишь все в абсолют. А только ситхи все возводят в абсолют. Ну и ладно. Сталкер своего рода культ фанатов создал. Угу. Потому что очень много людей в него играло. Много фанатеев. Там, песни. И что только по нему не делали. Да. Но я же говорю, а по объективности, мне казалось, что один человек, в принципе, как таковой, даже по каким-то параметрам, все равно не особо объективная эта оценка будет. Потому что она от одного человека, он через призму своего восприятия все будет говорить. Нет, ну почему? Если он берет список параметров, по которому общепринятый, по которому что-то должно соответствовать, и говорит, вот это вот да-да-да, вот это да-да-да. А если это возьмет соответствие, что это хорошо, то значит, да, это объективность. Ну, допустим, красивый мир параметр. Он говорит в игре красивый мир. Красивый, это не объективный параметр. Изначально. Ну, возможно, я тогда не знаю вообще, какие объективные параметры можно к игре притянуть. Ну смотри, певец поет песню, да? Он попал во все ноты, объективно попал. Ну да. Красивый ли его тембр голоса? Каждый воспринимает по-своему. Ну да. Ну я же говорю, я тебе говорю сейчас про игры, к играм я не очень представляю на самом деле, какие параметры тогда можно притянуть. Ну типа, смотри, красивый мир это субъективная ценность. Да. А, допустим, обилие багов, это объективная оценка. Багов много. Ну да. Типа, есть баллистика от оружия или нет, это тоже будет. При этом субъективная оценка, когда ты такой, я багов не встретил, ну ты не встретил, а другие встретили. Ну да, в принципе, так подумал, можно. Но там будут такие скорее, просто именно технические параметры конкретно. Спасибо за просмотр. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин. Е.Кулакова Продолжение следует...